День рождения, свадьба или корпоратив. Ни одно пышное застолье не обходится без алкоголя. Однако врачи говорят, его употребление даже в маленьких дозах может быть опасно. И не важно, насколько дорогой напиток вы пьете, в любом случае он содержит ядовитые вещества. Основными причинами алкогольной интоксикации являются употребление высоких доз этанола или некачественных суррогатов алкоголя. Находясь при поднятом настроении, человек сам не замечает, как выпивает лишнее. В течение поутро часов концентрация алкоголя в крови достигает максимальных значений. Усиливается работа почек, появляются позывы к мочеиспусканию. Если в организм попало больше алкоголя, чем он способен переработать, происходит отравление. Симптоматика индивидуальная у каждого человека. У кого-то это легкая степень, общая слабость, головная боль, тошнота, рвота, мышечные боли. У кого-то степень интоксикации выше и более тяжелые соответственные симптомы, вплоть до алкогольной комы. Больше спать и пить воду – стандартные советы врачей для тех, кто перебрал. Есть и медицинские препараты, которые помогут быстро вывести из организма вредные вещества. Одной из групп препаратов, которые мы используем при алкогольных интоксикациях, является сорбенте, например, полисор. Он выводит шлаки и токсины из организма, тем самым улучшая общее состояние человека. Ну и при тяжелых интоксикациях необходима, конечно же, госпитализация. Чтобы избежать отравления некачественным алкоголем, тщательно подходите к выбору напитка. Приобретайте товар только в официальных точках продаж. Упаковка должна быть целой, а этикетка – ровной. На ней обязательно наличие акцизной марки, даты и место розлива спиртного. Однако специалисты напоминают – лучший способ избежать неприятностей – вовсе отказаться от употребления спиртного. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События.